По данным силовых структур, с каждым годом борьба с наркоторговлей и хранением наркотиков ведется успешнее. В 2013 году сотрудники районной полиции обнаружили два наркопритона, организаторы которых понесли уголовную ответственность. За 12 месяцев 2013 года участковыми нашим районам было раскрыто 32 преступления по статье 228 УК РФ. Это касаемо хранения наркотических веществ. Работа в этом направлении была активизирована. Сбыт и продажа наркотиков представляют большую опасность, в первую очередь для несовершеннолетних детей. И решение этой проблемы антинаркотическая комиссия ставит во главу угла. Еще один момент, который я хотел бы довести. Важным условием эффективной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления наркотическими и психотропными веществами среди молодых дежей является развитие спортивной инфраструктуры. На заседании отметили, что необходимо создание реабилитационных центров для наркозависимых. В Солнечногорском районе пока существует лишь первичная медико-санитарная помощь. А для молодых людей по всей Московской области существует лишь два реабилитационных центра. Важной составляющей борьбы с наркоманией является профилактика. И она должна быть направлена не только на детей и подростков. Прежде всего с родителями. Наши сотрудники рассказывают, как заметить первые признаки потребления наркотических и психоактивных веществ родителями. Как заметить и как начать говорить с ребенком об этом. Дарья Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».